Худой как признаки и основные причины истощения. Вес кошки зависит от возраста, пола, породы, наличия питательных элементов в корме. Взрослый дворовый кот весит не более 5 килограмм, но если кот шотландский, то его вес достигает 7 и более КГ. Кот породы Майнкун весит до 10 и более КГ. Если кошка молодая, то ее вес может резко меняться, увеличиваясь или уменьшаясь в зависимости от образа жизни, чем активнее животное. Тем быстрее оно сбрасывает набранное кило. В организме старых котов и кошек жир накапливается с меньшей скоростью, поэтому кошки старше 9 лет выглядят худенькими. Ниже пойдет речь, почему кот худой и действительно ли это опасно для его организма. Признаки истощения. Задаваясь вопросом, почему кот худой и нормально ли это, учитывают такие факторы, как нормальная и болезненная худоба. В первом случае речь идет о норме веса, которому должно соответствовать животное конкретной породы в определенном возрасте. Во втором об истощении. Слишком худой кот, скорее всего, болен и ему требуется длительная восстановительная терапия, которую может назначить только специалист. Норма внешнего вида для британских пород нормальная худоба. Вес кошки во многом связан с ее возрастом и породой. Домашняя беспородная кошка в возрасте одного года весит от 2,5 до 4,5 килограмм, естественно. Показатели могут отличаться, но обычно незначительно. Беспородный кот в один год весит от 3,5 до 5 килограмм. Кошка британской породы, достигая Годовалого возраста, весит до 4,5-4,6 килограмма. Кот британец в норме весит от 4,5 до 7 килограмм при условии получения нужного количества пищи. Для каждой из существующих кошачьих пород составлена своя собственная таблица веса, на которую обязаны ориентироваться все владельцы животных. У здоровой кошки легко прощупать ребра и позвоночник, но со стороны они не видны, в районе живота, спины и грудной клетки имеется. Небольшое количество жира, хорошо прослеживается линия талии, живот не обвисает, его почти нет. Похудеть или растолстеть кошка может во время кормления или вынашивания котят, а кот в период спаривания. Такая худоба считается нормальной. Иногда животное резко сбрасывает вес после пережитого стресса, переезд, поездка к ветеринару. И это также нормально. Если родители котенка не были крупными или породистыми, то ожидать, что спустя 1-2 года питомец превратится в толстого ленивого кота, как с картинки в рекламе, не стоит. Беспородные кошки меньше и легче, чем породистые собратья и даже те животные, что появились в результате склещивания породистого питомца с дворовым котом. Котята все равно получатся крупнее тех, что рожает обычная дворовая кошка, соответственно, весить они также будут больше. Когда пора бить тревогу, беспокоиться о худобе кошки начинают, если кот много и часто ест, но не толстеет, слишком легкие и маленькие для своей породы коты. Худые не поправляются, позвоночник прослеживается визуально, хребет буквально выпячивается наружу, тазовые кости ребра выпирают. Движение их явно заметно при движении кошки, у кошки изорта неприятно пахнет, очевидно, что нарушена работа желудочно-кишечного тракта. Неправильно функционируют почки, печень, возможно, на зубах образовался налет, кариес, на груди и в области спины нет жировой прослойки. Только кость кот не проявляет обычного внимания, к игрушкам постоянно спит, у животного жидкий стул, если в коле обнаруживаются слизь кровь, непереваренные части корма, обращаются к врачу, наблюдается желтизна или чрезмерная бледность слизистых оболочек. Они приобретают серый цвет, скорее всего потеря веса обусловлена проблемами с печенью и почками из глаз, носа и рта выделяется. Больше жидкости, чем обычно, особенно при появлении неприятного запаха, изменении цвета слез и слюны животного, повышается температура. Горячий нос, кот вялый, для проверки температуры достаточно использовать обычный градусник, живот в полы, твердый, напряженный. Силуэт из худавшей кошки напоминает песочные часы. При появлении описанных признаков животное взвешивают, для этого достаточно поместить его в пакет и воспользоваться безменным или в картонную коробку прикрыть вверх чем-нибудь и поставить на обычные напольные весы. Если кошка всегда хорошо ест, но очень худая, весит на один килограмм и более меньше положенного, обращается к ветеринару. Предварительно необходимо проводить замеры веса в течение нескольких недель подряд, чтобы убедиться в том, что повод для беспокойства. Действительно есть кошки худые и не толстеют по разным причинам, но чаще из-за болезни. Почему кастрированный кот не толстеет? Среди владельцев еще не кастрированных котов бытует мнение, что как только кастрация случается, в характере, образе жизни и поведении животного абсолютно все изменится. Коты становятся спокойными и даже ленивыми, перестают метить, начинают быстро набирать вес. В отношении, наверное, 70-80% кастрированных животных это мнение оправдано, поскольку основывается на знании, что после проведения процедуры меняется гормональный фон, замедляются обменные процессы кота, а значит он становится менее энергичным. Но так происходит не всегда. Обратите внимание, если животное кастрировали поздно, в полтора-два года, то велика вероятность отсутствия каких-либо резких изменений, поэтому вид тощего кота не должен настораживать. На отсутствии изменений в весе сказывается также и правильное кормление. Так, если кот до кастрации употреблял сухие корма, то смена корма, перевод на натуральные продукты, отражается на весе, кот толстит. Если кота кормят по той же схеме, что и прежде, то изменений не происходит. Многое также связано и с породой. Коты британской породы сразу после кастрации начинают потреблять больше пищи, масса их тела быстро увеличивается в 2-3 раза. Масса тела кастрированного дворового котика остается неизменной. Процедура способна отразиться на этом параметре, но как и у людей, все индивидуально потолстить только из-за кастрации некоторые питомцы не могут, поэтому если владелец мечтал, что у него будет толстый и очень ленивый кот, ему, возможно, придется разочароваться. Причина истощения Истощение или кахексия развивается под влиянием экзогенных внешних и эндогенных внутренних факторов. Экзогенные К экзогенным внешним причинам истощения относят Недостаток еды Истощение наблюдается у одичавших кошек и животных, получающих Пищу время от времени, нарушение функций, глотание у кошки застряло, что-то в горле, носоглотка воспалилась из-за укуса насекомого. Под влиянием аллергенов, проблема зубами, воспаление в ротовой полости, кариес, зубной камень, все это мешает животному употреблять привычную пищу. Естественная причина Худобы взрослый кот в день должен получать не менее 70 грамм сухого корма. Если кошка вскармливает потомство или болеет, норму увеличивают вдвое. При этом в миске всегда должна быть только свежая еда, о чем предупреждают многие производители кормов. Индогенные к эндогенным внутренним провоцирующим кахексиим факторам относят заболевания неинфекционного и инфекционного характера. Коты теряют вес по причине развития у них онкологических заболеваний, сердечно-сосудистых патологий, сахарного диабета, хронических инфекций, инфекционный перитонит, иммунодефицит, лейкоз. Причиной кахексии становятся гормональные расстройства, проблемы с поджелудочной железой, нарушение функций почек и печени, гипофиза. Иногда потеря веса происходит из-за возникновения стрессовой ситуации, если кошку отдают в чужие руки, часто перевозят вынашивание. Потомство и кормление котят Кормящие кошки часто становятся чрезмерно худыми, чтобы худая кошка окончательно не истощала и не заболела. Котят отнимают, как только они начинают самостоятельно питаться, а витаминоза корм должен быть сбалансирован дополнительно кошке. Полезно давать витамины, образование в желудке комков из шерсти. Время от времени питомцам дают специальные таблетки для ее отхаркивания. Заражение организма питомцы геэлементами паразиты выделяют опасные токсины, ослабляют кошку, деятельность их со временем приводит к появлению физической боли, из-за чего развивается апатия, теряется аппетит. Взрослый и некастрированный кот худеет при наступлении половой охоты. Весной коты буквально забывают обо всем на свете, в том числе и о еде, они много двигаются и плохо питаются, поэтому худеют. Самки также теряют вес по этой причине, но именно у самцов наблюдаются значительные изменения. Важно! Пожилые кошки меньше двигаются, много спят и, соответственно, меньше едят, что сказывается на массе их тела. Что делать, если кот стал худой? Если владелец сменил несколько видов корма и дал животному препарат от глистов, а котенок худой и продолжает терять вес, обращается к ветеринару. Он проведет соответствующую диагностику. На анализ берут кровь и кау животного. Коту назначают УЗИ, его органы просвечивают рентгеном. Делают лапаротомию и посоветуют, как именно нужно лечить питомца. Лечение лечит животное, основываясь на результатах диагностики. Для начала, чтобы восстановить нормальную массу тела и поддержать организм, назначают инфузионную терапию. Суть ее сводится к искусственному введению в организм животного лекарственного раствора или биологической жидкости крови плазмы. Способ введения внутривенной или подкожной. Лечение позволяет восполнить потери плазмы или крови, нехватку отдельных элементов, восстановить баланс электролитов и поддержать кислотно-щелочной баланс. Этот вид терапии назначает животным, у которых нарушена работа почек, выявлено заражение крови, имеются все признаки сильнейшего шока. Во время лечения регулярно измеряется вес кошки, внутривенное питание. Питательные вещества вводят внутривенно, если животное не может употреблять пищу самостоятельно. Используемые смеси в полной мере заменяют естественную пищу, не позволяя организму кошке ослабнуть. Пищу также вводят через назогастральный зонд. Одновременно с поддерживающей терапией принимают меры по устранению проблемы. Так, если причина кроется в расстройстве желудка, то кошке дают препараты, помогающие устранить воспаление слизистых, унять боль. Если причина худобы в том, что в ротовой полости животного находится посторонний предмет, проводят операцию. Если причина истощения листы, то специалист назначает курс препаратов, позволяющих как можно более аккуратно вывести их из организма. Важно, самостоятельно пытаться вылечить кошку не следует, поскольку даже специалист, имеющий в своем распоряжении современное оборудование, не всегда способен поставить точный диагноз. Если организм кошки сильно заражен глистами, то употребление ей препараты от паразитов может стать причиной ее гибели. Чтобы этого не случилось, животное помещает в стационар и дает ему лекарство исключительно дозировано. Правильное питание основным источником необходимых животному витаминов и полезных веществ является пища. Кот не разжиреет, если кормить его хлебом или кашей на воде. Чтобы животное набрало нужный вес, ее кормят консервированными сардинами из кумбрии, разбавляют с водой, стараются выбирать консерванты. Без соли, вареными яйцами, обычным йогуртом, безо всяких добавок, иногда йогурт вызывает расстройство пищеварительной системы, поэтому количество его ограничивают. Высокобелковым сухим кормом подходят корма исключительно экстра и премиум класса, в остальных слишком много ненужных добавок, скорее препятствующих набору массы, чем стимулирующие ее говяжьим кроличьим и куриным мясом. Чистые источники белка, лососем. Правильное питание – залог красивой внешности питомца. Обратите внимание, чтобы животное стало полнять и смогло быстро поправиться, ему необходим таурин, поэтому при выборе сухого корма внимательно изучают упаковку на предмет его наличия в пище. Запрещено давать кошкам. Сырое яйцо содержит препятствующий усвоению витамина. Вовиден консервы из тунца. Дешевый, но не лучший вариант, поскольку его постоянное употребление становится причиной расстройства пищеварительной системы. Продукты питания, содержащие виноград или изюм. Многие кошки обожают сладкое, но сдобные булочки – это не то, что полезно для животного плохую, несвежую пищу. Дрожжевое тесто вызывает колики в желудке животного. Откормить кошку можно кашами, но варить их нужно на тушенке или мясном бульоне. Кашу также можно смешивать с вареной рыбой, муевой, салакой, килькой. Если кота кормят куриным мясом, то перед помещением его в кошачью миску снимают с него шкурку. В ветеринарии существует такое понятие, как нормальная худоба. Некоторые животные физически просто не способны набрать больше вес, чем им положено. У остальных резкая потеря веса свидетельствует об истощении. Причину его может назвать только ветеринар после проведения комплексной диагностики. Слишком худым котам назначают поддерживающие терапевтическое лечение и диету. Чтобы кот быстрее набрал нужный вес, его кормят богатой белками пищей, вареными яйцами, куриным мясом, сбалансированными сухими кормами. Точка.